Как правильно оформить документы на собственность и как должен осуществляться вывоз мусора в СНТ? На эти и другие вопросы Люберецким садоводам ответили представители власти на встречу, которая прошла в администрации. И как оказалось, трудностей у жителей садовых товариществ много, поэтому для решения проблем была создана рабочая группа. Канавы эти тоже просили почистить, никто нам эти канавы не чистит. Столько воды сейчас нет. Опять сверху 200 участков стоит в воде. Стоит вода. Жизни СНТ – зелёная зона. После каждого дождя похоже на стихийное бедствие. Садоводы в отчаянии просят о помощи. А ещё там же у жителей возникли проблемы с оформлением имущества и с пропиской в нём. И по словам специалистов, этот отказ в регистрации ФМС вполне законен. 66-й федеральный закон, он чётко говорит, что можно строить только жилые строения без постоянной регистрации. Жилые строения, назначение которых будет нежилое, то есть они не предназначены для постоянного проживания. Вы же понимаете, что ваши участки – это садоводство. А жители СНТ Мирной в Томилине сомневаются в законности использования участков своими соседями. Андрей Сыров призвал всех садоводов оперативно сообщать о таких фактах рабочей группе с помощью мессенджера WhatsApp. От активных граждан ждём любой информации. Вы идёте домой, видите, что по факту там нарушение идёт законодательства, информирующие нас, и у вас появляется прямая связь с нами. Почему мы хотим садить рабочую группу WhatsApp? Потому что все председатели будут видеть, например, может быть, аналогичный вопрос, он не обращал внимания, когда кто-то из вас этот вопрос поднимет, он обратит внимание и отработает на своём уровне. Встреча представителей СНТ с сотрудниками муниципалитета была необходима. Проблем и вопросов у садоводов накопилось много. И, как показал недавний рейд по незаконным постройкам в СНТ «Зелёная зона», мало кто из собственников исправил те нарушения, которые выявили ещё год назад. Поэтому в состав рабочей группы для более эффективного решения задач вошли различные специалисты, в том числе и из БТИ. Ещё один насущный вопрос садоводов – как должен осуществляться вывоз мусора в некоммерческих товариществах. На территории каждого СНТ должна быть оборудована контейнерная площадка, на которой размещаются контейнера и бункера-накопители. Должен быть обязательно заключен договор на вывоз мусора. И также вся эта информация о графике вывоза об организации должна быть размещена на контейнерной площадке. Каждому жителю СНТ необходимо помнить, что отсутствие договора на вывоз мусора – это не только ненадлежащий вид территории, но и серьёзные штрафы, предусмотренные для недобросовестных собственников садовых товариществ. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.